В деревню с населением с десяток человек каждые два года, начиная с 2015-го, съезжаются тысячи гостей из разных регионов. Активно работают над арт-объектами и отдыхают, живут в палаточном лагере, едят в полевой кухне и ходят в баню. За недолгую историю фестиваля руками участников и организаторов на живописном берегу реки Сойвы создан настоящий сказочный мир, населенный невиданными существами. Олени, совы, герои коми-фольклора. Рост там порой выше человеческого. А главное, все они искусно сделаны из дерева и сена. Каждые два года парк пополняется. Участники подают заявки и начинают готовиться заранее. Почему именно паук? А почему-то вот все время здесь делают что-то позитивное, такое добродушное. Я решил что-то злодейшее сделать. Это вот Юрмунгант, а будет еще к нему еще один товарищ. Юрмунгант. К нему еще будет кто-то. Это вот так с хвостом? С хвостом, да. Так и будет, да? Да-да-да. В этом году организаторы подготовили более 30 тематических площадок. Всевозможные мастер-классы, воркшоп по дизайну интерьера, дачного участка, создание домашнего арт-объекта. Для любителей активного отдыха – забытые дворовые игры, йога, фитнес и визитная карточка сена – конкурс косарей. Но в центре событий – конкурс скульптур. В этом году участие принимали шесть команды Сыктывкара, Троицка-Печорска, Ухты. Призы победителям присуждали в трех номинациях. Малоархитектурные формы, арт-объекты декоративного назначения и художественное выпиливание безопилой из древесины. Фантазия не иссякает. Среди работ есть даже трактор из сена. Кстати, обладатель приза зрительских симпатий. Вот такой вот трактор. Классно. Ага, даже руль. Руль и лесенка. Победителями номинации малой архитектурной формы стала команда ОГТУ, преподаватель кафедры архитектуры Артур Кожевин и студент Джордан Сапитон. Их смотровая площадка «Танцующая башня» взяла первое место. Впрочем, танцующая она стала из-за легкого наклона конструкции, обусловленного сложным рельефом места. Примечательно, что этот объект ухтинские архитекторы разрабатывали не ради украшения. Функциональной составляющей уделили максимум внимания. Смотровая площадка в отдаленном от лагеря живописном месте вписалась в прогулочный маршрут местных жителей. Мне всегда нравилось, как очень тонко, ну и титанично, да, к этому материалу относились японцы. То есть мотивы была японская архитектура. Там, конечно, намного более все сложно, более тонкие детали и так далее. Вот. И второй архитектор – это мисс Ланда Роя, немецкий. Вот. Мне сразу вспомнилась его концепция такой лучезарной архитектуры, да, когда у нас объект полностью открыт свету, да, и природе. То есть природа вливается на объект. Кстати, жюри фестиваля – тоже выпускники кафедры архитектуры УГТУ. Сяна дает юным архитекторам уникальную возможность воплотить смелые решения своими руками, понять специфику материала и разобраться в нюансах конструкций. Словом, Троицко-Печорский арт-фестиваль – не только познавательный экологичный отдых, но и возможность окунуться в будущую профессию. Виктория Новенко, телеканал Юрган, Гриша Став.